Разбросанная обувь, разноцветные пуфы и работа в развалку. Что еще надо настоящему айтишнику? Ноутбук, кофе и возможность расположиться. Темы, над которыми корпят участники, затрагивают практически все сферы жизни. Образование, транспорт, медицина, госуправление. Команде из Саратова досталось задание упростить работу на железной дороге. С помощью искусственного интеллекта и машинного обучения ребята решили создать приложение, которое примет рутину на себя. Мы попали на трек по железной дороге и мы разрабатываем систему, которая позволяет детектировать неровности на железной дороге с помощью мобильных телефонов. Что должно в последующем помочь для ускорения процесса восстановления железной дорог. А вот команда из Сатарстана под названием Кулдэш. Финал прошли с проектом медицинским. Цифровая диспансеризация в селах, для которой нужно всего ничего. Это платформа, которая позволяет, во-первых, сельским жителям проходить системную диспансеризацию, то есть оповещать сельских жителей о том, что им нужно пройти, исходя из персонализированного, так скажем, условия какого-то. Также собирать предварительные данные перед тем, как человек поедет в райцентр, то есть в ЦРБ, центральную районную больницу. Также наша платформа, она позволяет получить пользу и городским жителям. IT-дисциплина будущего – хакатон. От слов «хакер» и «марафон». День первый. В экстремально сжатые сроки разработчики должны создать прототип полезного ресурса или приложения. Хакерский марафон прокатился уже по 40 городам России в июле. Сегодня здесь те, кто ворвался в цифровой прорыв. И сейчас у них три дня, чтобы доработать свои проекты и инновационные решения. О том, что будущее именно за этими ребятами, на открытии отметил и первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко. Это не тренировка и не игра. Это реальное изменение жизни, которое происходит здесь и сейчас. И эти ребята это реализовывают. Поэтому я абсолютно убежден в том, что сказал сейчас на открытии. Вот за ними и есть будущее нашей страны. И оно очень замечательное. А вот президент республики напомнил, что проводить финал конкурса в Татарстане теперь будет традицией. А сам проект во многом может обогатить кадровый потенциал страны. В этом году как эксперимент школьники представлены. Очень важно, чтобы вот эта среда, в эту среду попадали наши дети школьного возраста. Потому что будущее за ними. Кстати, для юных программистов тоже организовали площадку. Наряду со всеми здесь прошел и школьный хакатод для участников возраста до 18 лет, который собрал более 300 человек. Юная казанская команда считает, чтобы выиграть, мало уметь хорошо программировать, рисовать красивые иконки или владеть в совершенстве диаграммы Ганта. Нужно все и сразу. Но и у них не всегда все получается. В данный момент у нас стоит задача сделать сервер и получать к нему доступ через локальный хост. И тут некоторые параметры, ну как просто визуальное оформление. Вот уже час мы занимаемся этим сервером. Тут возникли некие проблемы с установкой. Тем временем в Казани 10 вечера. Программисты за работу уже больше суток. Кто-то не смыкает глаз, кто-то устраивает что-то вроде посменной вахты. Некоторые захватили подушки, другие записывают свои результаты. Сейчас около 10 вечера. Мы продуктивно поработали. Кто-то уже хочет спать. Но мы пока пойдем отдыхать. День второй стало тише, но не менее волнительно. Участники те же, но сегодня они играют по новым правилам. Порядка 3,5 тысяч человек. 600 команд из разных регионов. Это самый масштабный хакатон за всю историю его существования. Мероприятие даже претендует на то, чтобы попасть в книгу рекордов Гиннесса. Но чтобы осуществить задуманное, участникам запрещено выходить из здания. Эта команда для осуществления своих инновационных идей использует стол в качестве доски. Ребята из Ульяновска разработали приложение, где волонтеры смогут находить мероприятия, а организации – волонтеров. Мы немного сомпровизировали. Нужно было сделать доску, поэтому мы перевернули стол, и сейчас у нас просто идет рабочий процесс. Как вы знаете, здесь устанавливается рекорд книги Гиннесса, и мы 12 часов будем здесь работать на проповую. Победители ждут денежные призы до полумиллиона рублей, а еще возможность получить престижную работу или поддержку в запуске собственного бизнес-проекта. Но сначала им предстоит найти решение для выполнения практических задач. Ребята успевают за считанные часы не просто найти решение, придумать какую-то новую идею, но ее и реализовать в виде прототипа, который уже можно испытывать. Вот действительно наша страна – страна талантов, и в области IT это, может быть, особенно ярко проявляется. Сначала предзащита, а ближе к вечеру кульминация рабочей части – полноценная защита проектов. После этого определяются победители цифрового прорыва. Словосочетание «цифровой прорыв» звучит здесь очень к месту. Цифра тут не модное слово, а зонтичный термин для самых разных технологий. Технологии, которые сегодня неотличимы от волшебства. То, что еще вчера было схемой на бумаге, сегодня уже смотрит на тебя и подходит все ближе и ближе. Все выпуски программы «Семь дней» смотрите на YouTube-канале ТНВ.